Привет! Меня зовут Сергей. И сегодня мы с вами снова сплетём браслет. И снова этот браслет будет достаточно простым по плетению. Кому-то это понравится, кому-то это не понравится. Кто-то будет вообще возмущён, говоря, «Сергей, когда же будут огромные фигурки, большие фигурки когда будут?» А некоторые в комментариях пишут, «Сергей, когда ты сплетёшь фигурку, на которую требуется 10 или 12 резиночек?» Потому что у меня больше резинок нет. И поэтому каждый мой урок кому-то нравится, кому-то нет. Это нормально и от этого никуда не денешься. И сегодня, как я уже сказал, вот такой браслет мы сплетём. Он мне понравился, он плетётся несложно и выглядит стильно. Ну что ж, давайте приступим! Приготовьте ваш станок. Один его ряд снимите. Нам понадобится всего два ряда. Расположите их так, чтобы центральный немножко выходил вперёд. По сравнению с правым рядом, то есть столбики стоят в шахматном порядке. Открытые стороны столбиков смотрят от нас. И приготовьте два цвета резинок, которые вы будете использовать в процессе плетения этого браслета. Я использую жёлтый и чёрный цвет резинок. Берём первую жёлтую и накидываем её с первого на второй столбик. Следующую со второго на третий. Далее с третьего на четвёртый. И так далее до самого конца станка. Точно так же накидываем резинки и по второму ряду, который находится правее. Но сначала соединим левый ряд с правым, накинув одну резиночку. Затем с первого столбика на второй. И так гоним по этому ряду до конца нашего станка. Дошли до конца. Теперь соединяем левый ряд с правым, накидывая одну резинку на последние столбики каждого из этих рядов. И ещё одну резинку на самый последний столбик накручиваем три оборота. Один, закручиваем второй оборот и третий. Далее берём чёрный цвет. В моём случае выберите те резинки, которые есть у вас. Тот цвет, который вам нравится. Берём одну резинку и накидываем её на первый столбик центрального ряда. Следующую резинку на соседний столбик. Ещё одну сюда, ещё одну вот сюда, ещё сюда. И так далее накидываем до самого конца станка, кроме последнего столбика центрального ряда. Как мы здесь оставили один столбик ненакинутым, так и с этой стороны мы должны оставить один столбик свободным. А на все остальные столбики накидываем чёрные резинки. Накинули резиночки. Теперь поворачиваем станок другой стороной, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас. И будем работать с чёрными резинками. Берём крючок, заводим его под первой резиночкой жёлтой. И нам нужно захватить чёрную. Это самая первая чёрная резинка, если смотреть вот с этой стороны. Захватываем её. И проводим под жёлтой резинкой. Проводим. И накидываем. Сейчас ещё раз покажу. Захватываем. И накидываем на этот же столбик, с которого только что сняли. Чёрные у меня две штучки упали, я их поправляю. Теперь со следующей чёрной точно так же разберёмся. Заводим крючок под жёлтой. Захватываем чёрную. Проводим её под этой жёлтой резинкой. И накидываем на столбик, которому она и принадлежит. Теперь беру крючок опять в левую руку. Под жёлтой резинкой. Захватываю чёрную. Провожу под жёлтой. И накидываю на столбик. Левой рукой не очень удобно работать. Поэтому... Оп! Вот так. Следующую чёрную. Заводим крючок под жёлтой. Захватываем. И накидываем на столбик. Ещё одна чёрная. Под жёлтой её проводим. И накидываем на столбик. Таким образом работаем до самого конца станка. Мы дошли до самого конца станка. Сплели чёрные резинки. Но нам ещё нужно сплести и жёлтые резиночки. Берём крючок. Из последнего столбика отодвигаем 3 оборота жёлтой резинки. Которые мы накручивали. И захватываем резиночку изнутри. Которая находится выше. Снимаем её. И смотрим, что эта резинка у нас принадлежит столбику правого ряда. Я накидываю её сюда. И захватываю следующую резинку на этом столбике. Снимаю. Она уже у нас принадлежит левому столбику. Поэтому я накидываю её сюда. Теперь нам нужно сначала сплести левый ряд. И затем сплести правый ряд. Захватывая жёлтые резинки, которые находятся в самом низу. Допустим, вот отсюда. Отодвигаем все верхние резинки. Изнутри захватываем жёлтую. Снимаем. Накидываем на впереди идущий столбик. Здесь теперь всё отодвигаем. Захватываем нижнюю жёлтую резинку. Снимаем её со столбика. И накидываем вперёд. Отодвигаем. Захватываем нижнюю. И накидываем вперёд. Так продолжаем плести до самого конца ряда. И последняя резиночка у нас соединяет левый ряд с правым рядом. Мы её тоже изнутри захватываем. И накидываем по диагонали в правую сторону. Далее плетём вот этот правый ряд. С первого столбика изнутри захватываем самую нижнюю жёлтую резинку. Снимаем, накидываем вперёд. Далее здесь, изнутри захватываем самую нижнюю резинку. Снимаем, накидываем вперёд. Отодвигаем. Захватываем нижнюю резинку вперёд. И так гоним дальше этот ряд. Последнюю резиночку захватываю и накидываю на последний столбик. Замечательно. Теперь мы возьмём одну чёрную резинку. Просунем крючок внутрь последнего столбика сквозь все резинки. И накинем чёрную на кончик крючка. Вытаскиваем сверху. Другую часть накидываем на крючок. И аккуратненько снимаем, что мы с вами наплели со станка. Посмотрим на наш браслетик. Вот такой он получился. Довольно стильно. Но, конечно же, он короткий. И нам нужно его нарастить. Наращивать мы его будем, чередуя чёрные и жёлтые резинки. Вот здесь чёрная у нас последняя. Теперь, значит, захватываем жёлтую. Протаскиваем внутри двух петелек. И другую часть накидываем на крючок. Теперь чёрную. Внутри. Другую часть на крючок. Опять жёлтые. И так далее набираем до нужной вам длины. Например, я уже такую длину набрал. И, конечно, мне теперь понадобится клипса. Я эту клипсу застёгиваю за петельки, которые находятся на крючке. Всё застёгнуто и крепко держится. На другой стороне браслета ищем резинку, которая у нас была закручена три оборота. За эти три оборота мы застёгиваем клипсу. И браслет у нас замыкается. Всё. Замкнутый, готовый браслет. И вы уже можете его надеть на руку и с удовольствием носить. Я надеюсь, что этот видеоурок вам понравился. Вы знаете, что нужно нажать. Вы знаете, на чей канал нужно подписаться и под чьим видео писать комментарии. Встретимся с вами в следующих видеоуроках. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова